Моя бабка с дедом всегда собирали очень хороший урожай сладкого перца и собирали его на три семьи – себе, моему отцу и моей тетке. Вкусных плодов всегда хватало на всех и надолго, и недавно я узнал о том, как они это делали. Оказывается, они трижды за сезон пользовались очень простой и дешевой подкормкой, вносили слабо концентрированный раствор аптечного нашатырного спирта. Это азотная подкормка в хилатной форме для растения, которую оно усваивает очень быстро. Нашатырь быстро укрепляет стебель растения, что очень важно на стадии выращивания рассады и после пикировки, а также дает растению силы плодоносить уже после середины августа, когда погодные условия и болезни ослабляют иммунитет куста. Нашатырь восполняет нехватку азота и является стимулятором развития и укрепления зеленой массы. Впервые выполняем подкормку перца через 10 дней после пикировки при помощи слабо концентрированного раствора. На 1 литр воды берем 1 чайную ложку спирта и таким раствором обрабатываем рассаду под корень. Вторую подкормку делаем во время высадки растений в почву. Чтобы приготовить раствор для подкормки, необходимо на 12 литров воды развести 1 столовую ложку нашатыря и полить раствор, подготовленный для посадки растения лунки. Третья же подкормка происходит тогда, когда растению азот не особо нужен. Если куст начинает вянуть, листья желтеют и слабеют, а на кусте еще есть невызревшие плоды, то я рекомендую вам сделать азотную подкормку, чтобы дать кусту силу вырастить полноценный урожай. Для этого необходимо развести на ведро воды столовую ложку нашатырного спирта и сделать опрыскивание по листу из пульверизатора. В этом случае растение раньше начнет давать плоды, вырастет более мощным и сильным, будет иметь отличный иммунитет и даст отличный урожай.